СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ Говорим о политической системе, которую выработала философия нового времени. Каковы были социально-политические доктрины теоретиков эпохи просвещения? Основным постулатом в этой области для просветителей является мысль о неприемлемости абсолютной власти в государстве одного человека или одной группы лиц. И вот тут я должен сказать, что просвещение, конечно, сделало огромный шаг вперед по сравнению с политическими взглядами политической философии древности. Это была великая мысль. Люди, наконец, поняли, что власть коррумпирует знаменитое выражение Джона Актона «Власть имеет свойство разращать, а абсолютная власть развращает абсолютно». Это знаменитый афоризм из письма британского политика барона Джона Актона, XIX век, к англиканскому епископу. И люди, наконец, поняли, что для того, чтобы создать более эффективно работающий государственный механизм, нужно сделать так, чтобы ни один человек в государстве и ни одна группа лиц в государстве не имела абсолютной власти. Механизмы для того, чтобы предотвратить сосредоточение власти в руках одного человека разнообразны. Значит, они включают регулярные выборы, а это значит подотчетность должностных лиц на местном, городском и федеральном уровнях. Вот я тут время от времени смотрю российские YouTube-каналы и русские диссидентские, в общем, разные. И там, так сказать, вижу, что россияне считают американскую демократию коррумпированной и вообще не демократией. Уверяю вас, как человек, который прожил здесь 33 года, что американская демократия по-прежнему работает как демократия. Разумеется, коррупция есть и здесь, но у меня такое ощущение, что американцы все время кого-то выбирают. Вот выбирают причем на всех возможных уровнях и всех возможных людей. Судей там, чуть ли не пожарников. Всех, всех выбирают. И, соответственно, ты можешь выбрать кого-то другого и сменить это лицо, если тебе это по какой-то причине не нравится. Следующий принцип – это знаменитый принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную власти. Этот принцип был разработан Шарлем Луи де Монтескьё. Вот он перед вами, точнее, подо мной. Французский писатель, правовед, философ эпохи просвещения, разработавший доктрину о разделении властей. Это совершенно новое слово в политической философии. И впервые эта идея была опробована в Соединенных Штатах Америки. И она работает очень хорошо. Ну вот. И последний принцип – это тот, о котором я с вами поговорил, отделение религии от государства. Рассказал вам, что оно, что этот принцип означает. Итак, каковы были практические результаты европейского просвещения, которое заложило основу нового времени в самых разных его областях. Практическим результатом стали революции. Национально-освободительные революции и социальные революции. Первая национально-освободительная революция – это была революция в США. Вот вы видите Томаса Джафферсона, который участвовал в написании Декларации о независимости и вписал туда фразу из Локка. Национально-освободительные революции начались с американской революции, а впоследствии охватили весь земной шар революции в Латинской Америке, в 20 веке в Африке после крушения колониальной системы. И социальные революции. Социальные революции – это революция, которая меняет социальную и политическую структуру государства. Первая была французская в 1792 году. привела к свержению абсолютной монархии, провозгласила Первую Французскую Республику под девизом «Свобода, равенство и братство». Давайте подведем теперь некоторые итоги наших рассуждений. Итак, во второй половине 17-го и в 18-м веке впервые в истории христианской Европы мыслители просвещения сформировали всеохватывающее мировоззрение на основе сугубо рационального или рационалистического подхода, а не исходя из библейской веры, священного предания или богословских догматов. В новой предложенной ими картине мира человеческий разум был объявлен автономным, самодостаточным для исследования и раскрытия тайн мироздания, включая и природу самого человека. В результате этого главными философскими школами стали рационализм и эмпиризм, что и продолжается до сегодняшнего времени. Ну и вот картинка подо мной – это знаменитая картина «Убийство Марата». Марата убили, когда он принимал ванную. У него были проблемы с кожей, болезни кожи, и он должен был регулярно принимать ванную. Но он продолжал работать, отвечать на письма. И вот во время одной из таких ванн к нему пришла посетительница и убила его. Жан-Поль Марат – политический деятель эпохи Великой Французской революции, врач, радикальный журналист и один из лидеров якобинцев. Еще раз напомню моим зрителям, а их немало, спасибо большое, что вы здесь. Еще раз напомню, если вы смотрите нас в прямом эфире, то вы можете ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии, задавать вопросы в чате, в ютюбе. Если вы смотрите нас в записи, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, задавайте вопросы в чате под видео. Чем больше лайков и чем больше комментариев получит это видео, тем больше людей его посмотрят. Потому что так устроен алгоритм ютюба, что он предлагает людям, которым интересны такие темы, видео, которые набрали много лайков, много просмотров и много комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok